ОМТВЮА про Головне. Дочь руководителя службы внешней разведки Вероника Нарышкина, ну просто вся в отца, проводит глубокие рейды по тылам проклятых стран НАТО. Вот в сети обнаружили уникальные кадры операции. Это вражеские Италия и Греция. Канун Нового года она встретила на Бали. Дальше по маршруту Дубай. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Олег, а ты понимаешь тех людей, кто против спецоперации? Я скажу так. Знаю по сведениям нашей разведки, что если бы не 24-го числа это сделали мы, то 26-го числа или 25-го прилетело бы нам. Они бы атаковали наши войска Белоруссии и России, которые были на учении. Военные говорят, что там везде от них речь польская, английская. В том-то все и дело, что даже украинской мовы, скажем так, ее не слышишь. Прямо цирк. Можно говорить не про Киев, а про Вашингтон, что мы воюем не с Украиной. Это только формальная сторона вопроса, что мы воюем на территории бывшей Украины. Украина не может выиграть у России войну. Не может. Все. Никакой партии мира в России быть не должно. Даже близко. Минимум миниморум, который мы видим от этой кампании, должен быть простой. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. Одесса, Николаев и дальше до Дунайских портов, до Приднестровья. И, конечно, даже речи не может быть о близлежащих украинских губерниях, откуда идут удары по нашей территории. Все это должно быть освобождено. Это минимум миниморум. Кстати, не первый раз слышу это предложение. То есть вот реально сейчас Работино идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеально. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Кропов надо вообще убивать всех. Вот. Вот такая оппозиция. Они молодцы. Я отдаю им должное. Они достаточно эффективно наладили систему свою сами. Я отдаю им должное. Поэтому я считаю, что их поэтому всех надо убить. Дальше вообще идеальная ситуация. Потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке окружение и разгром. Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Рымского моста. Вот такая пробка. Сколько можно это все терпеть? Сколько же можно? Это же неприятный момент. Сколько можно? Сколько можно быть терпилами? Опять нам взорвали мост. Давайте хотя бы морально удовлетворим россиян. Хватит глотать. Нет, надо отвечать однозначно. Ну и так уже все хохочут. Ну сколько можно длиться этому говнищу? Ответ со стороны России, конечно, будет. Хватит, все. Нужен ответ. Уже накипело у всех. Мы в конце концов великая держава. Наш народ, он великий народ. Просто великий народ. Такого народа больше нет. Мы великая, великая. Мы великая страна. Русская культура самая глубокая в мире. Ну вот надо что-то делать, а не говорить. Я великий умывальник, знаменитый Майтадыр. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Ребята, идет война. НАТО с нами воюет. Немецкие танки с крестами ездят по Украине нашей. Нет. И истребители F-16 им дадут. И обучат. И артиллерийские системы будут. А мы живем, дорогие мои, в парадигме специальной военной операции. Что случилось? Почему все это происходит? Не надо мобилизации, но у нас есть масса ресурсов, чтобы насытить фронт людьми. Нет. Я вам расскажу сейчас. Я даже, если кто-то есть из допущенных, вы хоть скиньте, пожалуйста, фамилии, имена этих мразут. Я сейчас объясню, в чем ситуация. Ну, например, вы знаете, что сейчас появилось распоряжение по легким ранениям. То есть, например, сейчас, если вам попал осколок или пуля в руку, ногу, неважно, но не раздробило кость и не повредило, например, крупные артерии, то это не считается легким ранением. То есть, великое отечественное считалось, сейчас не считается. Это, чтобы денежку не платить. То есть, понимаете, торгаши, которые сидят в Министерстве обороны, посчитали, что слишком много мы платим людям за ранения, за кровь. Вот эти мрази, их же нет там, на передовой. Они понимают, как люди работают, чем они там рискуют, как они умирают. Это абсолютно не контузия. Ну, по контузиям возьмем, да? Если у вас барабанные перепонки не разорвало, это не контузия. Вот не хочется узнать этого, например, какой-то генерал, да? Кто он? Вот хочется, чтобы взять его сыночку. Я знаю места, где вот, например, мы работали в Шерватском лесу. Это лепт краб. Те, кто понимают, знают, что такое краб под изюмом, где срок жизни бойца от недели до трех. Я говорю не из головы, я вел учет, так сказать, потери личного состава. Я знаю, сколько, кто у меня там отслужил. Вот, если в первую неделю не забаранили, то к концу третьей недели будет контузия. Эти легкие контузии, они накапливаются. Вы знаете об этом? Нет кто-нибудь? Вот там из тех, которые решили, что это не ранение. У меня человека, они накопились, я его увожу, мне нужно менять. Он не ранен, он говорит, я пойду. Он заходит, первый же прилет, чуть-чуть, все, и надо, глаза в кучу, человека надо вывозить. Вот дайте мне сыночку этой мразоты. Ну вот, все сделаем, его туда отправим. Такое место, чтобы он посидел. Помните, контузии накопились, он потом приехал, папе сказал, папочка, а у меня нет ранений. Я пацана, слава богу, успел вывезти, у него, знаете, барабанные перепонки не лопнули. Зато была контузия внутренних органов, человек кровью рвал. Так ладно бы эти сволочи, медики ж как бы на это соглашаются военные. И вот какое отношение у людей к командованию, когда они вот с этими вещами сталкиваются? Представляете, кошмар. И вот отсюда, это не трусы, понимаете, это нормальные пятисотые. Я знаю пацана, я не буду говорить, его позывной, который 16-й бригада, который воевал рядом со мной, который меня выручил там, у него в группе осталось 4 человека. Но он вывернулся в Россию и сказал, идите в жопу. Развинулся, ушел на гражданку. И мне, я не могу сказать, что этот трус, он смелый пацан. Смелый мужик, офицер, все, никаких вопросов. Но развелся и ушел. И приходят те же пацаны, мы с ними начинаем работать. Они говорят, а у меня, он командир подразделения, а он сам идет вперед, потому что, говорит, ну, у меня молодые, мне их надо натаскать, порядочные мужики, хорошие. Но когда они сталкиваются с подобными вещами, они развернутся, уходят. Потому что человек говорит, я полгода здесь отработал. Я прихожу, а мне, говорит, за полгода 4 ведомственные медальки. И ни копейки денег, никаких премий и так далее. За что? Я вам расскажу сейчас про сотню тысяч судеб. Ребят, моих парней, простых Алеш, которые жили тоже ради чего-то своего. У них были сегодняшние свои какие-то цели, какие-то задачи. Они строили свою жизнь, создавали семьи, рожали детей, хотели делать карьеру. Но один день они либо получили поездку, либо к ним пришла война, как к ребятам Донбасса. И они отложили свои амбиции, свои задачи, свои интересы. И пошли воевать ровно за этот гимн и за этот флаг. Ну вот ни за что. Потому что ребятки экономят. Они бы на себе экономили бы так. А не на людях, которые работают. Когда человек погибает, его привозят в Ростов. Вот родственникам надо приехать, ну, приложим, из Якутска или из УЛНД, да? Из Кемерово. Забрать тело. Отвезти домой, похоронить. Потом получить свидетельство о смерти, приехать обратно в Ростов и там получить компенсацию. Вы думаете, у нас что, миллионеры, что ли, работают? Родственники там у них в деньгах купаются? Вам справки о смерти? Вот тела недостаточно, чтобы отдать компенсацию людям? В чем проблема? Проблема, да, русских в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, и поэтому не существовали бы, не было бы никаких проблем. Мне хочется посмотреть на этого генерала, когда он, собственно, сына будет забирать. Только у генерала-то я понимаю, что Министерство обороны поможет ему доставить тело и похоронит торжественно, подстреливая в небо. Только сыновей что-то генеральских особенно не видел сейчас на фронте. Что-то меньше и меньше. И Путин, который в первую очередь говорит о людях. Вот это и разница между нами и ими. И проблемы эти с выплатами, с компенсациями, с ранениями, с комиссацией, они же не только нас на юморах. Вы поговорите с армейскими, та же самая история. То есть отношение тех, кто командует, тем, кто реально занимается делом, тем, кто воюет, оно самое свинское. А где вы людей будете брать, ребят, чтобы воевать? Вот мы понимаем, что выбора нет. Надо побеждать в этой войне. Нельзя сдаваться. Ну каким образом? Вы думаете, что вы, конечно, вам там всех победят? Нет? Калибры. А кто по земле ножками топать будет? Кто эти вот города и весы занимать? Кто эти леса будет защищать? ВКС? Значит, Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что они воюют за свою родину. Я чуть с ними не согласен. Может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Воюем, прошу прощения. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Мы воруем за отчизну. А предсказание, когда Киев должен рухнуть, через сколько месяцев после? Не хочу повторять, но... Полгода, да? Сколько уже прошло? Владимир Владимирович, понимаете, я как раз за другое хочу сказать. Нет, я просто же помню, что вы говорили, чтобы отметить в календаре день, когда... Дело вот в чем. Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что...